Нередко нас спрашивают, вот вы рассказываете о погоде в Ужуре, в Хаттенге, а сами, наверное, не знаете, где это все и находится. Вот сейчас как раз и узнаем, будем собирать такой огромный пазл Красноярского края, который своими руками создал талантливый красноярский художник Владислав Гультяев. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Но расскажите вообще, я так понимаю, это все сделано из дерева? Да, это все сделано из дерева с помощью лазера. Это все отрисовано мной самолично, я три раза все это перерисовывал, но вроде результат мне понравился. Ну и, судя по вниманию журналистов, получилось очень даже неплохо, потому что народ хвалит. Форм-повод хороший. Скажите, почему вот какие-то у нас есть большие детали крупные, а какие-то абсолютно мелкие? Ну, так как наш край, он там занимает территорию Пятифранции, а вот, допустим, Вовенки, там, Олимпийский район, он занимает территорию Двух-Великобританий, ну, северные огромные территории, на которых редко кто из нас бывал, а южные, допустим, там, Ачинск, ну, Ачинск, Западный, ну, там, районы, которые южнее, они значительно меньше. Но здесь вот можно посмотреть масштабы, допустим, вот этот, да, и вот этот район. Ну, да. То есть, связи сочувствуются они, как бы, в реальных географических масштабах. Скажите, пожалуйста, ну, вот, вам первому пришла идея такая сделать деревянную карту Красноярского края? Ну, деревянную карту, наверное, делали уже, а пазл, ну, я не могу это точно сказать, если честно, не мониторил, но я не слышал об этом. Мы тоже не слышали. Владислав, ну, мне кажется, что география была, наверное, вашим любимым в школе предметом, именно поэтому мы решили сделать такую огромную и красивую карту. Ну, я люблю, да, природу, географию. У меня, честно говоря, другое мнение. Это как же вас не любила и гнобила на уроках учительница географии, что вот эта вот детская травма переросла в то, что вы создали пазл. Нет, я сделаю еще лучше. Ну, на самом деле это планировалось как учебное пособие, и, ну, я думаю, что вот тот материал, который можно получить с помощью этой карты, его, это наиболее простой способ для ребенка запомнить, там, допустим, расположение районов. Кроме самой карты есть еще задания, которые можно там выполнять, допустим, через какие районы найти, надо, течет Енисей, или, там, найдите районы, там, города, в которых вы побывали, там, посмотрите это. А, так это не просто красивая штучка, пазл собрали и оставили, это на самом деле все-таки учебный материал. А с какого возраста дети могут практиковаться вот на этой карте? Ну, с такого возраста, с которого они не будут есть маленькие детали. А это у разных детей, по-разному. Но мы тоже пока еще не совсем вышли из детского возраста, позволите нам попытаться собрать хотя бы часть Красноярского края? Ну, я сомневаюсь, что без помощи у вас что-то выступало. Ну, вот это Хатанга, можно сказать. У нас есть вы. Нет, это Тура, это Олимпийский район. Это Север. Да, это Север. Итак. Так. Ну, лучше с больших начинается. Вот Хатанга я нашла. Это река Хатанга, да. Река Хатанга и озеро Таймур. А вот здесь вот плоско... Средне-сибирское плоскогорье, наверное, да, должно звучать так? Здесь, на самом деле, три карты. Настя, ну, конечно же нет. Я вам немножко помогу, потому что это, правда, сложно даже мне, как бы, особенно на мелкие районы. Так, ну вот это у нас вот так вот. Сложно даже вам, создателю этой карты? Ну, там, через пару десятков раз, мне кажется, уже запомнишь. Но все мы знаем очертания Красноярского края. Все мы знаем очертания, поэтому сейчас вот пойдет у нас все легче. Я пока это... Так, может быть, это сюда? Нет. Нет, это у нас вот здесь вот будет. Так, а вот здесь у нас что? Дятел у меня здесь, смотри, вышли. Слорый гурав. Деревья и дятел. А это значит, там обитают такие птицы? Да, это дятел. Здесь еще и флора, и фауна указаны на этой карте? Да, ну, я бы старался здесь. Здесь вообще три карты, на самом деле, собраны. Это карта крупных географических объектов, вот горы Буранга, о которых мало кто знает, они есть, довольно большие. А у меня белочка. У тебя белочка, у меня дятел, а у тебя белки. Ну, так. Смотри-ка, ну, давай вот возьмем в личное пользование. Я вот такую территорию, а ты такую, чуть поменьше. Нет, я вот эту беру. А, ты вот эту берешь? Да. Можете пробовать дальше, собирайся, как бы собрал. Здесь три карты, на самом деле, здесь карта природных зон, карта географических, господи, крупных объектов каких-то. Вот, у вас начало получаться. Присаживайтесь, присаживайтесь, да. Вы правильно поставили? Нет, вот это, вот это откуда-то отсюда, если я не ошибаюсь, так, надо найти устья Мессея, это вот оно. Я не знал, что я настолько вот не соображаю ничего. Это, я тоже думал, что будет легко, а потом, когда сделал, то... Как долго вам пришлось трудиться над этой картой? Я ее делал неделю, и три раза я ее перерисовывал, это было не у него, ну, потому что меня не устало. То, что получалось, ну, вроде бы, как бы, по итогу стало нормально. Она в единственном экземпляре существует? Но вы планируете тиражировать ее? Мне кажется, в преддверии универсиада это могло бы стать отличным сувениром. Ну, я согласен, да, как бы, но здесь... Это, во-первых, первый вариант, тут есть небольшие, там, как бы, недоработки, которые там в следующих вариантах... Может быть, ее можно упростить как-то для туристов специально? А как бы, простите? Сделать детали более понятными? Ну, нет, на самом деле это не очень-то и сложно, но я думаю, что у человека там не подготовлено... Разрезать ее по другому принципу, квадратиками. Они разрезаны по границам района. А, это вот четко по границам района. Да, это географически, наверное, плюс-минус, там, уж парочки километров. То есть, ну, это была тоже своя проблема, потому что, ну, нет карт, допустим, в интернете хороших с районами Красноярского края. То есть, и... Ну, насколько я знаю, по опыту сбора пазлов, однажды собрав большой пазл, ты уже потом собираешь его легче. И так же, думаю, с картой. Ну, поможет только в отношении крупных районов, мелких, там, у вас никогда не получится сразу собрать. Я согласен абсолютно. Это нельзя давать в руки человеку, который впервые приехал в Красноярский край. Он не успеет посмотреть ни на что, потому что он настолько будет увлечен собиранием вот этого вот пазла, что все, остальное будет... Полчаса примерно, как бы, это нормально, мне кажется, для человека. Полчаса занимает сбор карты. Не, ну вот, если первый раз, я думаю, здесь 50 деталей. Главное – тренировка. Ну, да, это прикольно делать с друзьями. Кстати, тоже такой момент немаловажный. Вот приедут к нам французы на универсиаду, нужно им вручить вот такой пазл, сказать, вот здесь 5 франций, соберите, попробуйте. Ну, может быть, да. Спасибо большое, действительно, увлекательная идея. Я думаю, что это найдет применение и в обыденной жизни. Спасибо.